У нас есть обычно какой-нибудь объект. Да, есть какой-нибудь мы, который этот объект видит. Обычно мы говорим, что свет от объекта приходит к нам в глаз, и мы видим. Но такое объяснение, оно не полное. Давайте попробуем дополнить это объяснение в две стороны. Во-первых, свет, как вообще он приходит в объект, потому что объект сам не может излучать свет, если это не экран телефона. А свет в объект приходит, конечно же, от Солнца. Солнце под воздействием гравитации создает энергию. Эта энергия в виде света попадает к нам на Землю. Планета Земля здесь будет такая. Цветок стоит на планете Земля. Это планета Земля, да? Здесь Африка, здесь Евразия. И, значит, океаны. И, значит, этот свет от Солнца попадает на планету Земля. Конечно же, он минует атмосферу, и это как-то влияет на него. Там остаются определенные длины волн, но неважно. Значит, свет от Солнца попадает на объект. От объекта он отражается, но, опять же, не весь. Да, там происходят всякие реакции, и отражается только определенная часть света. Так что определенные куски объекта, который синий, получают синий длинный волн. Ну, а не синий, а определенный длинный волн. А желтый получает желтый длинный волн. Но, короче, все, что отразилось от объекта, попадает нам в глаз наконец-то. Но это все еще не видение, потому что, когда что-то попало в глаз, вот это глаз. В глазу внутри есть рецепторы, которые реагируют только на синий свет, на зеленый свет и на красный свет. Но это еще нельзя, конечно, назвать синим, зеленым и красным, потому что это просто электромагнитные волны. И рецепторы здесь реагируют на разные длины волн. Значит, самые короткие длины волн попадают сюда, и они тогда реагируют этот рецептор. Чуть подлиннее длины волн или еще более длинные попадают сюда, тогда этот рецептор реагирует. Но главная идея, что, когда свет попадает в рецепторы, рецепторы как бы перекодируют этот сигнал в электрический сигнал электричества. И вот этот электрический сигнал от разного рецептора стимулирует разные части нашего мозга. Значит, от синего рецептора он стимулирует какой-нибудь нейрон здесь, от зеленого рецептора нейрон здесь. Это уже не свет, это электрический сигнал. Но этот электрический сигнал, стимуляция его в мозге, создает наше ощущение видимости света и разных цветов, а также его комбинации, если мы комбинируем эти разные электрические сигналы. Вот так получается, что мы видим свет, который создавался гравитацией в Солнце, попал на нашу планету Земля, отразился определенным образом не весь от объекта, а только определенные длины волн, которые попали нам в глаз, которые на определенный рецептор упали. И этот рецептор начал посылать электрический сигнал в мозг. И вот потом этот электрический сигнал в мозге, только после того, как он воздействовал на определенные нейроны, эти нейроны, это воздействие на нейроны, и создало видимость того, что мы видим свет или видим какой-то цвет и вообще видим объект. И вот это ощущение видимости еще, кстати, называется квалией.